Дорогие телезрители, здравствуйте! Сегодня в студии депутат областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. А в эфире специальный выпуск другого формата. Говорим о прошедшем вчера голосовании в Государственную Думу. Сегодня представим наш взгляд на эту избирательную кампанию. Главным событием предшествующих выборов стали, безусловно, дебаты. Они показали всех кандидатов во всей красе. Например, Андрей Жадченко, патриот России, заявил. Друзья мне сказали, зачем ты идешь в Госдуму? Ты лучше иди в кино сниматься. Ты же у нас архангельский Ален Делон. Про важность дебатов сказал и губернатор. Хорошо проявили себя дебаты. Безусловно, и всем участникам, и от партии, и персонально надо учиться. В том числе и работать на дебатах. Но, в любом случае, это открытие, это новый шаг вперед. И избиратели, жители Архангельской области, мне кажется, получили достаточно интересную интригу и сам процесс выборный. Поэтому, повторюсь, мы регион России, мы сознательный регион. Мы регион, способный представлять свое мнение на всероссийском уровне и, конечно, в своих собственных интересах. И жители Архангельской области это доказали. Доказали тем, что они пришли на избирательные участки. И этот рост по количеству избирателей говорит о том, что они неравнодушны своему региону. Начнем с явки избирателей. Мнения были разные. Многие прогнозировали очень низкую явку. В качестве доводов были и невысокая явка на областных выборах прошлого года, и низкий процент пришедших на праймерис. И даже то, что жители вместо выборов массово поедут на дачные участки собирать остатки урожая. Но они оказались не совсем правы. Явка по области составила более 36%. А значит, люди, несмотря на дождь и даже штормовое предупреждение, пришли на участки и сделали свой выбор. Если говорить о явке в разрезе страны, то худшую явку показали Санкт-Петербург и Москва. Ну а теперь непосредственно к результатам. Для начала нужно отметить, что в эту кампанию было много новшеств. Так, область была поделена на два округа. Разделение проходило по центру города Архангельска. Кроме того, выборы впервые за много лет проходили по смешанной системе. Депутатов избирали не только по партийным спискам, как было в две предыдущие кампании в Государственную Думу, но и по одномандатным округам. Это, к слову, очень сильно отразилось на результатах оппозиционных партий. Например, партия ЛДПР явно сосредоточилась на результатах по так называемым спискам, когда люди выбирали конкретную партию, а не конкретных людей. Результаты, соответственно, оказались выше по спискам. Одномандатники от ЛДПР оказались лишь на третьем-четвертых местах. СССР, напротив, сосредоточилась на округах одномандатных, проиграв округа по списку. Но и одномандатный округ они также проиграли, уступив оба округа кандидатам от «Единой России». По одномандатным округам победили единороссы Дмитрий Юрков и Андрей Палкин. Один предприниматель – владелец сети магазинов, другой предприниматель – строитель. Женщины СССР лишь вторые. Довольно сильно разнятся и данные в зависимости от территории. Сельские районы голосовали существенно активнее, чем городские. Но это в последнее время уже является типичным для всей страны. Горожане менее активно ходят на выборы и в меньшей степени склонны поддерживать ведущую партию. Так вышло и в нашем регионе. Также традиционно высокая явка и поддержка «Единой России» была в мирном и на Новой Земле. Самый высокий процент поддержки помимо указанных военных населенных пунктов партия ЕР получила в Лешуконском районе 56% голосов, менее всего в центре Архангельска – чуть больше 30%. ЛДПР отличились в Коряжме, Конношском и Онежском районах – около 25%. Коммунистов больше всего поддержали жители центра Архангельска и Северодвинска – порядка 26%. СССР поддержали жители Пинежского района – около 16% голосов. Голосование за партии распределилось так. Как видим, справедливая Россия проходит в парламент. И если до выборов половина экспертов сомневалась, что СССР пройдут 5% барьер, то в ходе кампании мы пришли к выводу, что СССР его все-таки преодолеют. Не столько благодаря качеству своей избирательной кампании, сколько по причине того, что достаточно слабые кампании провели непарламентские партии, которые могли бы претендовать на то, чтобы отобрать какую-то часть голосов у СССР. Заметил глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. В то же время он констатировал, что результаты говорят об укреплении позиции Единой России. Действительно, за время всей кампании из малых партий хоть сколько-то ярко проявили себя, разве что Михаил Силантьев из Родины, читая стихи во время дебатов. В отдельных регионах были замечены нарушения. В нашей области все прошло тихо и спокойно. Все, кто хотел позицию, высказал и выбрал будущее страны на предстоящие 5 лет. Президент России Владимир Путин также поблагодарил всех россиян за участие в выборах. Действительно, люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке. Она не самая большая из того, что мы видели в предыдущей избирательной кампании, но она высокая. И для Единой России, конечно, важен результат, ну, так же, как и для любой партии, результат хороший. И знаете, о чем я подумал? Ведь мы знаем, что людям живется непросто. Проблем много и нерешенных вопросов много. И тем не менее, результат вот такой, какой он есть. Уважаемые телезрители, если у кого-то есть комментарии по ходу проведения избирательной кампании в нашем регионе, мы ждем ваши ответы и предложения в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, который мы также ждем в вашей комментарии. До свидания и всего вам доброго. До свидания.